Проблема в том, что дороги нет. И все, что мы сейчас имеем под своими ногами, сделано нашими собственными силами, жильцами этого микрорайона. Жильцами микрорайона Парк Свобода. Это гравийная асфальтная крошка, которую мы засыпали два года подряд. Ну, что-то здесь получилось. Но, к сожалению, мы не можем полностью это осилить по СНИПам и нормам. Это какая улица получается? Это переход из Корсачьего проезда в улицу Свободную. То есть вот эти вот примерно там 800 метров дороги мы сделали сами, с соседями, создали группу WhatsApp, народ инициативный, проактивный, и есть результат. Конечно, не идеально, но хоть что-то. От города, разумеется, хотелось бы получить нормальное дорожное покрытие и освещение. То есть здесь в темное время суток не то, что нет столбов, а практически на весь, почти километровый участок дороги, по-моему, один или два фонаря, которые, опять же, сами собственники домов установили за свой счет. А почему нельзя проехать там? А вот там нельзя проехать в силу того, что бурелом чаще и глина, которая в первую же дождь размывается до такой степени, что джип там кое-как пройдет, КАМАЗ пройдет. Легковая машина, скорее всего, там сядет на пузо и не проедет. Там есть асфальтированный отрезок. Почему по нему нельзя выехать? Он маленький и короткий. К сожалению, он закрыт там еще инициативными гражданами-шлагбаумом. И плюс он сделан полностью за счет самих жильцов. То есть город, к сожалению, полностью абстрагировался от этой проблемы. Участие в ней не принимает. Ну, наверное, нет бюджета. Сегодня была встреча одного из наших жильцов, соседей с Исаевым. Встреча, я так понимаю, была посвящена возможному строительству объекта социальной инфраструктуры здесь, школы. Мэру донесли информацию, что здесь как бы не лучшее место в силу того, что А, уклон, и Б, все-таки это зона ИЖС, и в школе здесь будет просто некомфортно. Ну, сообщались вот по этой территории, по парку Свобода. Здесь обсуждали вопрос, связанный со строительством парка. И, соответственно, для того, чтобы в будущем посетителям парка сюда комфортно добираться, здесь что должно быть? Дорога освещения, как минимум. Говорят, здесь кто-то из родственников Исаева живет. Ну, по непроверенной информации вроде бы его брат, но, опять же, это частная информация, и глубоко в нее погружаться не стоит. Но если это поможет как-то освещению этой дороги или же появлению нормального асфальтного покрытия здесь, мы только за. Возможно, возможно такое. Это же Россия, опять же, мы знаем, что такое личные связи здесь, как они работают. Но если это поможет посетителям парка и местным жителям, да почему бы нет, только за. Это разумная коррупция, которая, скорее всего, законом не запрещена. Вы не слышали ли о том, что этот отрезок дороги, о котором мы с вами говорим, в принципе, включен в план? К сожалению, тут проблема такая, что наш город, он, может быть, не очень активно общается со своими гражданами. То есть не каждый готов ездить на встречи и так далее, но есть же куча электронных ресурсов, на которые можно просто зайти и получить необходимую информацию по своему району, по плану бургоустройства, я не знаю, по планируемым мероприятиям. Но, к сожалению, это явно городом не дорабатывается этот вопрос 100%. То есть вы не в курсе того, включена дорога в план бургоустройства? Пока мы это все делаем за свой счет, но результат, слава богу, есть. Люди ездят и не разбивают свои машины. Во сколько обошелся вот этот отрезок вам? Примерный порядок цифр, сейчас я вам скажу. За два года мы инвестировали в районе 200-250 тысяч рублей.